Приветствую вас на нашем канале Бракшеловодство. Сегодняшняя тема видео разные породы и на моем тачке есть уже и бакпаст. Мы прикупили, мы взяли бакпаст у Вальчука. Я сейчас расскажу какие планы на следующий год, вам расскажу и сам себе послушаю. Буду надеяться, что все планы мы в общем в следующем году решим и сделаем как оно должно быть. Я им поставил мёд, положил вот видите палочки вот так, чтобы они понемножку его брали, потому что есть проблема с засевом и нужно чтобы матка немножко нарастилась. Ну взято кончится, я не знаю, они как-то заметил вот так, что пчелы как-то туда дальше в осень, туда дальше больше засевают расплодом. Почему брал бакпаст для себя? Я вообще раньше был стойким таким, друзья, стойко отстаивал интерес своей по сути пчелы, вот например степной. Потом подумал, блин, ребята, ну степная это степная, но работать нужно попробовать разные породы. Во-первых, ну это такой, без проблем, я не вижу в этом проблемы, например, в Карнике, в том же же Бакпасте. Бакпаст будет размещаться там в определенном районе, где есть уже классики Бакпаста, я по сути никакого вреда не нанесу. Да, с одной стороны вы скажете, что это мне не оправдывает, но интересный должен быть эксперимент. Мы хотим сделать тачок с Бакпастом. Тачок мы будем делать далеко по сути отсюда. Сейчас у нас уже матки здесь не облетаются, поэтому они здесь у нас и размещаются. Пчелы рыжие. Это у меня первый Бакпаст, я никогда его не брал раньше. Хотим-хотим сделать тачок и посмотреть, в действительности они хорошие. Ну опять же, посмотрим, как они работают, какой у них результат по меду, как они нараилились. Если понравится, тачок будет оставаться там, потому что до того тачка отсюда 35 километров. Часто я туда наведываться не буду, будем. Ну я, честно говоря, и дать не сильно там лезу, постоянно несколько раз. Семейка здесь слабая, поэтому мы поставляли им мед, чтобы немножко наращивались. Но что-то я вижу, что они не сильно наращиваются. Слабенькая семья, слабенькая, мне не очень нравится. Ну рыжие едем. Что мы будем ездить туда на этот тачок не так часто. Я бы хотел, чтобы там была не райливая порода пчел. И, по сути, выбор у меня упал именно на Бакпаст. Спокойные, хорошие пчелы. Это мы на следующий год будем делать такой тачок. Мы взяли две маточки и ушки, чтобы привиться, чтобы можно было весной. Ну я потом уже... Здесь есть расплод, да, немножко дали им меда, и маточка у нас засеяла. Маточку сейчас найдем. В общем, все только для того, чтобы она засевала и работала. Еще рамочка с раствором. Так, а маточка эти наши? Маточки мы не видим. Ну рыжие, спокойные пчелы. Ну по факту я насколько осведомлен, что Бакпаст может быть не только рыжим. Посмотрим, посмотрим. Мне интересно, как они себя... Просто, ну, для своего понятия, для своего опыта. Понравится, будет себе тачок. Не понравится, будем менять на что-то. Мне, в принципе, поменять тачок, а вот... Вот здесь. Какой там номерок. 502. И 530. Ну, красивая, хорошая, маточка. Ну, что здесь мы пишем? 32. Смотрите, я... Во-первых, моя классика работает и на мед, и на... Ну, продажу маток там, пакетов. Ну, пакетов мы редко продаем, потому что в основном... Нужно для своих, ну, что так, если уже кто-то там сильно просит, то несколько штук или несколько десятков, в зависимости как мы продаем. А так мы стараемся все для себя, потому что немножко еще расширяемся. Есть хорошая медоносная база, и я работаю в первую очередь для себя, потому что нужно как-то семью кормить. Поэтому мы экспериментируем. Поэтому мы экспериментируем. Я за карникой наблюдаем. Вообще отдельный тачок, он там у нас есть. Он у нас стоит степная, тоже будет на отдельном тачке. И мы так будем, в принципе, работать. Бакфаст, это у меня интересный эксперимент. Я опять же думаю, что может быть еще сделаем качок итальян. Это все мы в общем итоге потом возьмем по 5-10 ульев и будем кочевать с ними и посмотрим, кто отработает лучше. Ну, мы во всяком случае подберем. Я уже в одном видео рассказывал, как мы подбираем матки хорошие. Ну, а, например, посмотрим, как отработает вот этот бакфаст. Если он у нас не будет удалить парня, как надо, мы возьмем другой и будем подбирать метод антека. Когда мы найдем ту, как бы, золотую середину, которая нас подходит, мы будем, опять же, уже отталкиваться там от других семей. Отберем степной лучше, отберем от карники лучше, отберем, наверное, от бакфаста лучше. И с этими породами мы выйдем на кочеву. Сначала, к примеру, лес, потом мы выйдем там на рапс, потом мы выйдем на липу, в липовый лес, потом мы выйдем на гречиху. И все, и на этом закончится. Все это подведем, переважим и решим, что для нас лучше. Ну, чтобы вы понимали. Результаты, конечно, я думаю, будут вообще разные, потому что это вообще полностью разные породы, полностью разный характер. Ну, это до этого эксперимента я иду. Потом, как бы, посмотрим. Ну, все может поменяться, но, во всяком случае, планы на следующий год сделать тачок где-то на 30 кулей бакфаста. Все, на этом хочу закончить. Всем всего на лучшего. Пока.